Таганрогская телевизионная сеть Фото художника Энзо Розамилья «Маэстро и Маргарита» Ее открыл сам автор Выставка «Маэстро и Маргарита» подготовлена по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита» Впервые выставка была показана в октябре-ноябре в музее-театре «Булгаковский дом» в Москве В нашей стране фотохудожник выставлялся много раз В Ростовском музее изобразительного искусства В Государственном художественном музее Таганрога В Библиотеке искусств имени Боголюбова в Москве В Московском Булгаковском доме «Маэстро и Маргарита» – это не первый проект Розамилья, который связан с русской литературой «Чехов сквозь зеркала» Такой проект был не так давно представлен в Таганрогском художественном музее Тогда автор говорил, что был всегда очарован русской литературой Я сейчас не перевожу, расскажу, потому что он мне рассказал Откуда У нас при Пасхе, это Страстная неделя На юге и немножко везде в Италии Проводят вот эту сценаризацию приговора и смерть Иисуса Креста И эти снимки были сделаны как раз в течение одного из этих спектаклей Который проводили как раз около Солерной Около Солерной, где он живет Ну, конечно, он потом отработал эти снимки Он работал со светом и с этими нюансами черно-белой Это не оригиналы этих представлений Он отработал, чтобы адаптировать к роману Энцер Азамилия, как фотохудожник, соприкоснулся с яркими литературными персонажами С атмосферой мистического произведения Фотохудожник создал свою новую реальность И предложил ее зрителю для пространственной прогулки Здесь перемешана мистика, магия булгаковских образов Проект рассчитан прежде всего на тех, кто читал роман Зритель, несомненно, погрузится в атмосферу света и тьмы Добра и зла, добродетели и порока, любви и жестокости Техника создания черно-белого изображения И вот в данном случае это не просто черно-белое изображение На мой взгляд, то, что я увидел А я видел как раз продолжение этого романа Потому что я вижу, что в каждой черноте есть свет И вот эта способность и талант в этом заключается Как раз показать, что в каждой темноте все равно есть луч света Этот свет просматривается, проглядывается в каждом снимке Что интересно, сам фотохудожник Зрима тоже присутствует в работах Он улыбается зрителям в образе Воланда Этот образ, говорит Энса, самый притягательный и самый отталкивающий одновременно Остается добавить, что выставка в галерее «Белка и Стрелка» продлится до конца декабря В Центральной городской публичной библиотеке имени Антона Палыча Чехова Презентация книг наших земляков проходит часто Но встреча с краеведом и автором нескольких книг Игорем Пащенко все же была особенной Автор представил на суд публики поэтический сборник строки В него вошли стихи разных лет Это первый сборник его стихов, в котором автор философски оценивает годы жизни Привязанность к нашей Донской земле Именно в ней он черпает новые творческие силы Рождение книги – это всегда праздник А рождение книги о родном городе – это двойной праздник Игорь Георгиевич – писатель, краевед, экскурсовод Автор лекций по истории города Таганрога В его арсенале уже более 30 книг, в том числе и по истории города Таганрога Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность Познакомиться с новой книгой, с поэтическим сборником строки И я приглашаю на сцену Игоря Пащенко Это была не совсем обычная презентация поэтического сборника Автор интересно рассказал о своем роде Показал фотографии предков Вспомнил милые мелочи быта семьи, которая переехала в наш город с Кубани Своё первое стихотворение юный Игорь Пащенко написал в 10 лет В какое-либо объединение или творческий союз поэт не входит Хотя стихи его можно найти в интернете В молодости я себя искренне считал поэтом Ездил даже на гастроли, выступал Много публиковался в газетах, в журналах Но, наверное, стихи надо писать или в ранней юности, или уже в зрелом возрасте И большой перерыв был, около 20 больше лет И вот сейчас опять стихи пришли ко мне И мне сказали, друзья, надо их собрать в сборник и выпустить И чтобы это было собрано вместе В течение многих десятилетий поэт вдохновенно читал свои стихи в библиотеках, школах, выставочных залах У него немало друзей среди людей искусства, художников, актеров, музыкантов, историков, музейщиков Это легко объясняется Очень большое место в жизни поэта Игоря Пащенко занимает театр На сцене городского гордыка Игорь играет в составе труппы театра «Сад», которым руководит Валентина Псёл Одна из основных тем его творчества – тема малой родины – Таганрога «Это мое место силы», – говорит поэт У меня есть очень моих любимых стихотворений именно о Таганроге Меня город очень вдохновляет Вдохновляет набережная, вдохновляет наше море Для меня это место силы, наша Пушкинская набережная Я там много стихов написал Что мои рассказы, что стихи, они приходят сверху Вот приходит какая-то строчка, которая тебя на крючок подцепляет И всё, пока ты её не отработаешь, она тебя не отпустит Некоторые строчки приходят и остаются строчками и дальше не идёт Но в основном, конечно, это вот пришло и надо это сделать, отработать Тебе не зря это дали, не зря тебе это послали В этом сборнике 100 стихотворений, а за период с 86-го года Ну там одно стихотворение, а 86-го года Ну самое странное, что большинство стихов написано в этом году Где-то третий, даже больше третий написано именно в этом году А что случилось? Не знаю, какой-то у меня пошёл зимы, весной, до лета Такой очень сильный коллапс И стихи, только стихи могли выразить мои эмоции В ходе всего литературного вечера звучали удивительные стихи Игоря Пащенко Такие близкие и понятные каждому человеку Его эрудиция, познание в самых различных областях, замечательная память, актёрский дар Впечатлили всех, кто пришёл на презентацию поэтического сборника Читайте, завидуйте, я гражданин Торжественная церемония, посвящённая вручению паспорта гражданина Российской Федерации Прошла в нашем городе Лучшие старшеклассники Таганрога, которые имеют достижения в учёбе и спорте Получили главный документ в своей жизни В России паспорт для внутреннего употребления был введён указом императора Петра I в 1719 году Назывался он проезжей грамотой В последнем документе постановления правительства Российской Федерации Говорится о том, что паспорт обязаны иметь все граждане страны, достигшие 14-летнего возраста Сегодня вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации Это, конечно, знаменует собой наступление взрослой самостоятельной жизни По традиции, именно в преддверии вашего государственного праздника Дня Конституции Российской Федерации Лучшим представителям молодого поколения мы вручаем паспорта Свои 14 лет вы уже многого достигли Вы отлично учитесь Вы показываете замечательные успехи в спорте и в творчестве Вы проявляете активность в общественной жизни Мы, взрослые, искренне желаем вам Чтобы все ваши мечты и планы повторялись в жизни Чтобы ваши знания, настойчивость, целеустемлённость Помогли вам добиться успеха в жизни Ради вас самих и на благо родного города и страны Возможно, в ближайшем будущем Нашу страну ожидает большой прорыв в развитии этого важного документа Переход с бумажного удостоверения личности на электронный Ну а сегодня паспорт является жизненно важным документом, без которого не обойтись Нужно было видеть лица юных граждан Таганрога, к которым замглавы администрации Ирина Голубева обращалась по имени-отчеству Гордые Иваны Петровичи и Анастасии Борисовны возвращались на свои места Действительно запоминающийся день Получение паспорта – большое волнующее событие в моей жизни Это означает начало взрослости и самостоятельности Гордость от того, что сегодня я стала полноправным гражданином страны, переполняет меня Я хорошо понимаю, что от нашего поколения зависит будущее нашей страны Принимая для себя почётное звание граждан Российской Федерации Своей учёбой, своим трудом, своими делами мы постараемся укреплять авторитет и доброе слово родного города Таганрога, Ростовской области и России Паспорт – это не только радость, обладание важным документом, но и ответственность С этого дня в жизни этих молодых таганрожцев начинается новый этап И хотя им пока только ещё 14 лет, с этого дня они вправе считать себя взрослыми людьми, которым многое по плечу Когда-то оперные арии в Таганроге распевали даже прачки Сегодня у студентов в музыкального колледже появилась возможность послушать монооперу «Русская тетрадь» композитора Валерия Гаврилина Произведение прозвучало в честь 80-летия композитора Исполнителей Вера Терехова, сопрано и Валентина Лимонова фортепиано вела концерт Светлана Надлер Вера Николаевна Терехова – это уникальный исполнитель Каждый её концерт – это без преувеличения событий Я призываю наших жителей города, и не только нашего города, бывать на её концертах Вы не пожалеете, каждое произведение, которое вы услышите, вы просто будете восхищены И это будет изумление и профессиональным, и человеческим уровнем, и душевным уровнем этой молодой, замечательной исполнительницы «Русская тетрадь» композитора Валерия Гаврилина – это прекрасный вокальный цикл, который был основан на русском фольклоре Предназначен он для женского голоса и фортепиано Это яркий образец русской музыки советского периода Музыка Валерия Гаврилина вся, от первой до последней ноты, наполнена русским духом и чистотой Из песен и хоров Гаврилина встаёт вольная перезвонная Русь И хотя композитор ушёл из жизни несколько десятилетий назад, в конце 90-х годов, звучит эта музыка свежо и душевно «Русская тетрадь» – это размышления на тему судьбы женщины в России Сценическое действие в этом моноспектакле прекрасная певица Вера Терехова направила на диалог со зрителем Он состоялся, и в этом весомая заслуга ведущей концерта, которая подготовила слушателей к восприятию этой музыки Светлана Надлер – опытный лектор, она ведёт концерты на различных городских площадках и, конечно, в Таганрорском музыкальном колледже Сцена показывает всё, она буквально крупным планом, как луп, каждую черту человека, она выводит, и она становится особенно... Это тоже, в принципе, педагогическое действие, потому что студент видит, как работает тот взрослый, который преподает ему, и он чему-то учится, что-то воспринимает, и я надеюсь, что что-то переимет, когда станет взрослым Я цепляю их тем, что я пытаюсь в нескольких минутах своего рассказа дать представление о стиле композиторов Потому что стиль – это такое всеобъемлющее понятие, которое охватывает и биографию, и то, что человек сочинил за всю свою жизнь И почему он это сочинил, и каковы его внутренние причины того, что именно он пришёл к этой профессии Я пришёл именно к этому настроению, которое он выражает в своей музыке То есть это не совсем биография, это не совсем творчество, это и то, и другое вместе Одновременно это разговор, в котором я налаживаю контакт с публикой Русская тетрадь покорила сердца слушателей, и они не хотели отпускать со сцены этот маленький коллектив просветителей А всем, кому посчастливилось услышать этот уникальный концерт, думается, надолго запомнится атмосфера искренности, сердечного тепла и высокого исполнительского мастерства На этом наш информационный выпуск подошёл к концу Я с вами прощаюсь и ещё раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски вы можете пересмотреть на сайте www.taganrock.tv.ru или на наших страницах в соцсетях Субтитры подогнал «Симон»